Губернатор Свердловской области Евгений Куйбышев традиционно провел 13 января ежегодную пресс-конференцию. Прежде всего, губернатор поблагодарил медицинских работников и волонтеров за тот подвиг, который они совершают каждый день и продолжают спасать жизни людей. Я очень коротко подведу некоторые итоги 2021 года. И он был объявлен у нас в области годом медицинского работника. Я еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших медицинских работников, волонтеров за тот подвиг, который они совершают каждый день, борясь за жизни и здоровье наших земляков. И, конечно же, мы старались поддержать наших врачей, в том числе и финансово. Для этого в прошлом году мы учредили и впервые присудили специальные премии для уральских врачей. Они будут ежегодно вручаться, и всего 66 премий по 270 тысяч рублей получили в этом году. И за год 39 человек получили средства на покупку жилья, и еще 120 медицинских работников получили пособие на обзаведение хозяйства. Мы действительно в 2021 году потратили много сил и направили эти силы на борьбу с коронавирусом. В прошедшем году проведена большая модернизация медицинской службы. Закуплено новое современное оборудование. Мы не останавливались в вопросах модернизации нашей медицинской службы. И только за прошлый год мы переоснастили 14 новых сосудистых центров, открыли еще 8 центров сердечной недостаточности. И капитальные ремонты проведены на 87 объектов наших медицинских учреждений. Вертолеты санавиации доставили более 750 человек по самым разным причинам. И бесплатными лекарствами мы обеспечили более полумиллиона человек. По словам Евгения Куйвышева, 2021 год был отмечен большими стройками. В прошлом году мы в нашей области построили 6 новых школ. Это в Екатеринбурге и в Пышме. В детских садах региона введено более 2000 мест. И это все для детей от полутора до трех лет. За год нам удалось не только продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов, но и создать серьезные заделы для запуска будущих производств. Заключены соглашения с новыми резидентами Титановой долины на общий объем инвестиций свыше 12 миллиардов рублей. За прошлый год мы запустили 92 различных объекта промышленности и сельском хозяйстве. В дорожной структуре, отметил глава региона, случился настоящий строительный бум. Нам удалось привлечь из федерального бюджета беспрецедентные суммы. Это чуть более 7,5 миллиардов рублей. Благодаря этому наш дорожный фонд составил более 27 миллиардов рублей. Крупнейшие проекты – это завершение работ на Екаде, реконструкция моста на Целковского в Нижнем Тагиле. Еще один проект, которому по поручению президенту мы приступили, это строительство федеральной трассы М-12 по территории Свердловской области. Ну и, конечно же, 2021 год стал рекордным за всю историю строительной отрасли. Нам удалось сдать в области почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Такого никогда не было. Говоря о планах, глава региона отметил, что 2022 год будет годом развития. Будем ставить рекорд по строительству и в 2022 году. Будем увеличивать темпы строительства жилья, сказал Евгений Куйбышев. По данным регионального Минстроя, в 2022 году строительство школ ждет Екатеринбург, Касулино, Белимбай, село Пристань, районный поселок Пышма, Березовский. В планах этого года 74 инвестпрограммы в сфере ЖКХ на более чем 13 миллиардов рублей. Будет обустроено 40 общественных и 13 дворовых территорий. Евгений Куйбышев также поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником Днем Российской Печати, который отмечается 13 января. Важно отметить, что пресс-конференция проходила при строгом соблюдении всех противоэпидемических норм. При входе в здание резиденции все журналисты предъявляли QR-коды или медицинские документы о вакцинации вместе с удостоверением личности. На площадке действовал масочный режим и социальная дистанция. Затем глава региона ответил на вопросы журналистов. А еще спросили про слово «символ» прошедшего 21 года для нашей Свердловской области. Думаю, сказал Евгений Куйбышев, это слово «возможности». Юрий Чиликин, Новости АТВ. Юрий Чиликин, Новости АТВ.